Аноним, здравствуйте, и ситуация следующая. Безусловно, говорить девушке о том, что вы без нее не можете, прям откровенно, не стоит. Но, можно попробовать просто сблизиться с ними. Это сделать достаточно легко, если вы будете с ними вместе. Вы просто можете взять ее за руку, например, например, как-то приобнять, если будете вместе. Например, предложить помочь чем-нибудь еще, если будете вместе. Чтобы она видела, что вы стремитесь к ней быть близким. И далее, если она действительно настроена на то, чтобы с вами пойти на сближение, она как-то вам даст понять, что ей хочется за близость. И хочется более тесного взаимодействия с вами. Соответственно, нужно понимать, что девушка не просто так пригласила вас восстановить ей страницу в бока. Она могла попросить об этом, кого угодно, другого. Она могла попросить об этом любого человека. Но, видимо, хочет, чтобы это сделали вы. И хочет проверить, насколько вы как бы к ней относитесь. Хочет посмотреть для себя, что вы для нее значите. Значит, и вам в этой ситуации лучше не рассчитывать сразу на то, что будет что-то кардинальное, что-то прям вот все изменится сразу. Лучше вести себя вежливо, обходительно, заботливо, стараться ей помочь, стараться как-то угодить, идти на контакт. Возможно, попытаться сблизиться, но без давления, без примуждения ее, без, значит, резких движений. Аккуратно, нежно, спокойно. И девочка, в первую очередь, почувствует от вас должна что? Что вас интересует она. Что вас интересует ее интерес. Что вы хотите что-то для нее сделать. Вот это на первом месте. После идет, соответственно, ваше желание как-то с ней сблизиться. Это после уже. Но, вначале это. А если вы сразу скажете ей, что вы без нее не можете, что вы скучаете, то здесь, к сожалению, возможно, такая ситуация, при которой, ну, просто-напросто, она прямо подумает, что раз вам плохо живется одному, то вы хотите побыть с ней. Вы хотите жить с ней, и таким образом представляете свои интересы, это может ее толкнуть. Вот этого делать не нужно. Вам наоборот нужно вести себя как независимый мужчина, как свободный мужчина, но, который желает с ней быть вместе, который желает с ней близиться, который испытывает симпатии. Эту симпатию вам нужно показать через поступки, через ненавязчивые попытки сблизиться, через желание вам помочь, через общение, через интерес к ней. То есть, можно спросить, как ей живется, как у нее дела, как чего, чтобы она рассказала, чтобы она почувствовала, что вы интересуетесь ее жизнью, ее чувствами и так далее. И это и будет тем самым, что я с вас помню. И если вы увидите, что она готова на большее, чтобы почувствовать, а вы почувствуете, то тогда нужно ловить момент. Но если ничего такого не будет, если вы увидите, что она держит вас на состояние, то лучше отношения не портите. Лучше тогда подождаться, такая ситуация будет еще, что она вас позовет обязательно, чем-то помочь. И вот тогда, может быть, на второй раз, и вы сблизитесь так, как хотели бы изначально, так как нужно вам изначально, и так далее. Вот, рабить события здесь, означает риск разрушить отношения, разрушить вот, нарождающиеся взаимодействия, а это не нужно. Так что, проявите терпение, проявите выдержку, проявите внимание к ней, заботу, проявите интерес к ее жизни, и она вам обязательно оплатит взаимностью, если у нее к вам есть что-то, какие-то чувства, если она заинтересована в том, чтобы с вами вступить в отношения, в отношения. Она обязательно это проявит, не волнуйтесь. И вот уже тогда, когда вы будете с ней в достаточно близких отношениях, даже когда достаточно на близкой дистанции, тогда можете сказать ей, что вы скучаете, что вы без нее не можете. Тогда это будет уместно. Именно тогда, но не раньше. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращаюсь в личку, помогу. А пока желаю вам всего доброго. Продолжение следует...